Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео я зачитаю обращение, опубликованное Клаудио Энрике Бараком Обамой, перевод на русский язык. Всем привет! Некоторые наши мастера работают даже в ФБР США. Хочу воспользоваться возможностью и сообщить следующее. Первое. Как гражданин Бразилии, по законодательству я ожидал закрытия финансового года, чтобы предоставить налоговую декларацию. Второе. Юридически только после этого я могу завершить интеграцию и предоставить официальные документы, подтверждающие передачу 10% от моих квот компаний, которые теперь принадлежат всем лидерам, мастерам и партнерам Identification. Третье. Также я ожидал, когда имя Барак Обама будет добавлено в официальной бумаге к имени, данному мне при рождении. Я не хотел рассказывать об этом преждевременно, чтобы избежать распространения некорректной информации. Данный бюрократический процесс наконец закончился. Именно такого успеха мы и ожидали. Четвертое. Также нам нужно было пройти бюрократический процесс, чтобы открыть штаб-квартиру компаний Identification, соответствующий уровню нашей компании. Это займет еще несколько дней, так как некоторые документы в процессе оформления. Пятое. Таким образом, я собираюсь отправить партнерам и мастерам документы, подтверждающие, что я соблюдаю взятые мной обязательства. Я давно убедился, что события в нашей жизни не всегда происходят тогда, когда мы хотим. Но также я понял, что хотя это может занять больше времени, важно все делать правильно, на основе моральных, этических и юридических принципов. Именно так мы все и делаем. Всех крепко обнимаю. Я помню, что все подвластно труду, а также вместе мы сильнее. Сегодня я впервые использую девиз, который отражает философию ID Identification. Побеждай, расти и делись. Я извиняюсь за то, что меня нет в группах, но я должен делать все необходимое, чтобы организовать нашу работу. В данном видео Клаудио Энрике показывает, как идет подготовка к открытию нового офиса компании ID Identification в Сан-Паулу, Бразилия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 И пояснение от Ирины Абалаковой. И пояснение от Ирины Абалаковой. То есть шаг за шагом легализация идет только в том времени, который положен в законодательство во всем мире, после окончания финансового года. Поэтому пункт номер три. Только сейчас он уже получил подтверждение своего имени не только в паспорте, но и в документах, удостоверяющих его дату рождения, то есть наше свидетельство о рождении по-русски. Он получил подтверждение своего полного имени Клаудио Энрик Барак Обама Дузанжуш. Только это позволяет ему легализовать все свои шаги в полной мере. Почему? Потому что до сих пор и многие задавали вопросы, почему у него имя звучит несколько иначе. Там даже возникали вопросы, что он самопроизвольно себе решил присоединить Барак Обама, якобы для каких-то целей. Не буду озвучивать каких. Далее, что необходимо еще сказать. Клаудио Энрик Барак Обама решил отправить документы. Он сказал, что он отправляет документы мастерам, СО и лидерам. То есть какие-то документы, я так думаю, что в офисе уже будут доступны к распечатыванию. В мае мы их получим. Не зря Мигел Гомош объявил, что 6 мая мы начинаем полноценную работу, потому что перезагрузка последней системы будет происходить 5 в ночь. Еще один момент. Клаудио уже сейчас озвучил, что СЭДЭ – это президентский офис, главный офис, управляющий офис, теперь находится в Бразилии. Это город Сао-Паулу, серьезная улица финансовых структур, банков и финансовых организаций, где помещение практически закончен ремонт, уже снято, готовится к инаугурации в середине мая. Видео это у нас есть, я перешлю его ниже. Поэтому уже объявлена структурация компании, на сегодня она практически закончена, именно поэтому он эти 5 пунктов сегодня озвучил и отправил. И ниже приписка, что хотелось бы, конечно, быстрее, но не всегда решение каких-либо вопросов зависит от периода времени, который мы устанавливаем. Но всегда, когда сделано все правильно, официально и легально, то бизнес позволяет развиваться долго, успешно, приносить успех каждому. Ничто не мешает труду, если он действительно направлен на успех. Поэтому Клаудио счел возможным сегодня уже выставить это обращение, я его перевожу. Вполне логично, что главный офис теперь у нас располагается в Бразилии, учитывая, что физическое производство, собственность компании, которые Клаудио Обама на сегодня представляет как наш президент, они находятся в Бразилии, большей частью. Поэтому президентский официальный офис находится в Бразилии, административный управляющий офис находится в Португалии, юридический офис находится в Дубае. Все три офиса официальные, я теперь понимаю, почему догрузка сайта информации идет в том темпе, который определил президент. Он заканчивает некое действие, заканчивает некий процесс, выставляет информацию, после этого информация будет доступна на официальных носителях. Вот сейчас мы получили уже анонс, что офис бразильский будет готов и в мае будет произведена инаугурация. То есть логично, что для того, чтобы сделать событие, которое собираются сделать первое годовое событие серьезное компании ID в Бразилии, естественно должен быть рабочим уже главный офис. Я думаю, что все идет своим чередом, мы идем в том ритме, который был определен для успешного развития бизнеса нашим президентам и все исполняется. То есть на этой неделе шаги объявлены по Умбрейле происходят и далее шаг за шагом нам будет дана инструкция, как нам дальше работать с нашими монетами и с построением нашего бизнеса. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков, всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.